Трещина просто. Огромная, огромная трещина. По-хорошему, этот номер должен стоить, не знаю, тысячу рублей максимум. В центре города у них ездят фуры с деревьями. Вообще, я собираюсь приехать. Я, знаешь, сейчас я полицию вызываю, у нас там ничего. Проблема нет. А для чего вы это делаете? Наше с вами путешествие начинается с московского вокзала в Санкт-Петербурге. Отправимся мы в город Балагоя на замечательном скоростном поезде под названием «Ласточка». Время в пути составит более трех с половиной часов. Ну что, друзья, рад вас видеть в вагоне бизнес-класса. Называется «Бизнес-вагон». Вот такие вот тут места, столик. Кстати, столики у нас, обратите внимание, складываются. Вот. Ну что, кожаные сидения есть. Ручки. Тоже какая-то ерунда. Телевизоры, где будет крутиться реклама. И всякие предупредительные видео. У каждого пассажира есть своя розетка. Это большой плюс, если едете далеко. В целом, тут вкусно пахнет. Тут чисто. Вот. И, как я знаю, тут еще кормят. Выезжаем мы из Санкт-Петербурга. В московский вокзал. Вот. Проедем вот эти вот все города. И в 10-27 уже будем балагом. Это место только для персонала. Но там видно что-то. Поэтому будем наблюдать. Обратите внимание, туалет. Тоже, как всегда, супер обзор туалетов от меня. Ну вот. Ну что, бумажное полотенце есть. Жидкое мыло. Оно электронное. То есть нажимаешь, там капает. Вода автоматическая. Освежитель. Толчок. Ну, в целом, чисто нормально. Вот прям. То есть, наверное, самый лучший туалет из всех поездов, где я был. Так, и вот такой вот набор дорожный дают каждому пассажиру. Вы можете подумать, да, тапки ерунда. Но поверьте, когда вы едете в поезде или в каком-то транспорте больше двух часов, тапки это реально прям ощутимо классная штука. Также тут дают такую маску. Тоже, кстати, полезно. Раньше я отрицал все вот эти вот дорожные наборы, эти маски. Но это прямо классно. И, кстати, тапки абсолютно нормальные. То есть, такие можно использовать еще несколько раз дома. Так, сейчас походим по вагону. Посмотрим, как едут люди. Это вот вагон. Обычный эконом. Тоже неплохие сиденья тут. Тоже все по-человечески. Так, друзья, значит, вот что дают в вагоне бизнес-класса. Блинчики с ветчиной, по-моему, сыром. Сэндвич. Чуть позже посмотрим, какой я попросил санитайзер. Мне дали спиртовую салфетку одноразовую. Ну, выглядит неплохо. Выглядит неплохо. Ну, вот по запаху. По запаху классные блинчики прямо. Друзья, блинчики вообще топ. Прямо то, что надо. Ну, вот что внутри сэндвича. Станция Балагоя – лишь промежуточный пункт в железнодорожном путешествии. Сами балаговцы шутят, что у них заканчивается бордюр и начинается поребрик, намекая на расположение города на полпути между Москвой и Питером. Прямо с вокзала нас встречает памятник Высоцкому. Это первая достопримечательность в Балагом. Вот такой вот памятник продукты, чай, кофе и памятник Высоцкому. Город Балагой – это город железнодорожной воинской славы, поэтому все достопримечательности здесь будут связаны с военной и послевоенной деятельностью. Я не мог поверить, что это главная дорога и центральная улица, потому что тут просто яма на яме. Просто отсутствие какой-либо тут дороги говорит о том, что мы находимся просто в каком-то, не знаю, в деревне. Просто дороги адские. Не знаю, друзья, видели вы когда-нибудь или нет, но в городе Балагом есть круглосуточная столовая. Ну, точно не пройдет тогда. Я очень хочу вас узнать, у вас реально круглосуточная столовая? Реально. Прямо 24 на 7? Виртуально, реально. 24 на 7, да? А много людей по ночам едят? Не могу сказать, не, как вам сказать, не предсказуемо так же, как и в магазине. Общее настроение в городе в связи с этим коронавирусом. Да, вы знаете, я бы не сказала, паники никакой нет, неплохо. Еду же сейчас все раскупают вообще, правильно? То есть у нас в городе, я из Санкт-Петербурга, у нас скупают макароны, гречку, то есть все максимально. Вы знаете, я вчера ходила в магазин, я такого не наблюдала. Да, я тоже была. Я бы не сказала, чтобы у нас были прилавки пустые. Сахарный песок лежит, я была вчера в пятерочке, крупы стоят. Да, люди даже как-то еще говорят между собой, что сами создают панику, для чего это надо. Во всяком случае, я такого не наблюдала вчера. Но в целом настроение позитивное, да? Ну да. Ну посмеиваемся, говорим, водочку надо пить, чтобы не болеть. А что еще? Как еще бороться с инфекцией? У вас тут очень чисто, очень прям ухоженно. Я обратил внимание, что прям реально круто. Столовая? Да, 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 прям класс. Спасибо вам за комплимент, стараемся. Не всегда все получается, но стараемся. Хлорочкой все обработаем, обрабатываем столы, протираем ручки. Вот, Оксана забыла, как по отчеству. Оксана Владимировна у нас старается. Я обратил внимание, что здесь не только низкие цены, но еще и очень низкие вывески. Прям, чтобы вы понимали, я могу дотянуться рукой до вывески прямо. Но это все из-за домов, трехэтажные дома, маленькие. Из-за этого приходится делать такие вывески. Это школа в Балагом. Постояние, конечно, удручающее. Просто разваливающиеся стены. Опять видите, какие стены. Посмотрите, трещина просто. Огромная, огромная трещина. Ну вот это вот детская площадка, пожалуйста, друзья. Для тех, кто смотрел мультик «Эй, Арнольд», здесь вот я вижу Арнольда. По вашему вниманию, ни какая-нибудь там пятерочка. Магазин девяточка. А? С восьми до девяти. А было бы иронично с девяти до девяти. Эх вы. Что, друзья, гостиница «Балагоя». Здравствуйте. Я в отель заселиться. Перед поездкой я всегда заранее бронирую гостиницы и стараюсь не читать отзывы, чтобы лучше сформировать свое мнение. Я был в разных провинциальных гостиницах, но это меня просто шокировало. Есть такое ощущение, что это как будто переделанная школа просто. Номер «Балагом» начинается с такого вот дивана. О, друзья, ну я буду просто принцессой сегодня. Розовое покрывало, неоновое полотенце, телевизор «Рубин». Между прочим, номер стоит 3500 рублей, чтобы вы понимали. 3500 рублей. Вот ничего не буду говорить, вы вот сами решайте. Достоин этот отель и этот номер 3500 рублей. Что-то шумит. Кажется, что чуть-чуть переоценили стоимость этого номера. Очень сильный запах прямо тут. Какой-то затхлости такой. Ну, видимо, работают батареи на всю. Номер «Балагом». Как говорится, денег нет, но есть инновации. Скотч вообще лечит все. Здесь, видимо, скотча не хватило. Провода торчат. Ну, вот этот диван, это, конечно, просто вышка. Такое чувство, что его выбросили. И выбросили прямо в этот номер. Обратите внимание, это музыкальный номер. Тут очень слышно, как шумит ветер. Я не знаю, тут есть, наверное, дешевле номера, что в них творится. И почему этот номер стоит 3500 рублей. 3500. 3500. Это очень много. Ну, я знаю, сейчас я полицию вызываю, я на основании чего... Сказали мне, что вы снимали как раз людей. Секунду, секунду. Мы не будем их вставлять. Проблема нет. А для чего вы это делаете? Потому что я снимаю путешествия по городам. Мы же сказали снизу, что у нас туризм. И мы были с камеры, сразу же снимали. А мне они сразу сказали, что якобы вы приехали молча. Снимаете. Мы же даже написали туризм, естественно. Никакой... Мы в позитиве все. То есть мы приехали в Санкт-Петербург. Вау, ночной клуб-арена, территория твоей ночной жизни. Вот сюда бы я не хотел пойти, на самом деле. Потому что, возможно, это был бы мой последний тур в этом городе. Это жесть. Друзья, обратите внимание на пешеходный переход. И, видимо, это лежачий полицейский, как я понимаю. То есть небольшая горочка насыпанная. И все. Жесть. Просто, ну, по крайней мере, можно было бы хотя бы нарезать. Рисовать, разметку. Почему не ремонтируют? Потому что деньги тропили. Я сразу же говорю. Администрация, наверное, скопись себе. Деньги? Там в Агрюзке дорога. По бумагам у них численности, она у них вся отремонтирована. А там кусок не отремонтирован. Метров 200. Денежки уходят. А что в целом? Ничего не строится. Все ломается. Все закрывается. Заводы. Все у нас закрывается. А что в целом? Никакого. Для молодежи ни к чему вообще. Все уезжают в Москва, Питер. Что в целом можете сказать про город? Вот так. Если вкратце. Не, ну, а так вообще город вообще идеальный. Если у нас камера, то я ухожу по стране. Идеальный город, красивый. Сюда бы хозяина хорошего. Озеро красивое. Все такое. Да, Сережка? Местные пятиэтажки. Но еще более-менее в нормальном виде. Ничего не сыпется. Хоть и пошарпанное. В городе дно. Я говорил, что там дома как в Припяти. То здесь, как в каком-нибудь спальном районе Питера. Обычная пятиэтажка. Хрущевка какая-нибудь. Друзья, кажется, я разгадал, почему в городе Балагое все очень плохо с дорогами. В центре города у них ездят фуры с деревьями. Понимаете? Не знаю, друзья, видно или нет, но это дерево для молодоженов. Видимо, для молодоженов, потому что наверху лебеди, ленточки. Судя по ленточкам, не так уж много в этом городе свадеб. Как я понял, это их главная площадь, где проходят все мероприятия. Здесь вот есть, собственно, подиум, на котором выступают молодые и талантливые жители города Балагоя. Вот эта площадь вся, тут, не знаю, сколько поместится. Человек 500 поместится. То есть вид на озеро. Вот что-что, а вид, конечно, очень красивый. Что, я нахожусь на набережной. Но она тоже не в лучшем состоянии. Есть памятник какому-то паруснику, но молодежь уже постаралась и вся его изрисовала. В целом, городу не хватает какого-то, знаете, такого правителя, который возьмет все и сразу же исправит. Потому что, ну, город в разрухе полной. Ладно, дома, но дороги просто целый ад. Просто ужас. Как тебе тут живется? Нормально. Что можно интересного посмотреть в этом городе? Скажи, пожалуйста. Ну, не знаю, но, в принципе, тут памятники есть, наверное. Слушай, вот Балагой находится между Питером и Москвой. Как часто ты бываешь либо в Питере, либо в Москве? Ну, в Москве, наверное, два раза в год, может быть. А в Питере... В Питере я была один раз. Как тебе? Что больше нравится, Питер или Москва? Москва. Почему? Ну, не знаю. Просто у меня там родственники живут. Понятно. Ну, вообще, я собираюсь переехать. А что тебя здесь устраивает? Ну, учиться все равно. Я хочу в другом каком-либо городе. И работу также на сегодня. Очередное место для молодоженов. Арка, скорее всего, здесь проходят просто все свадебные мероприятия. Ну, а что? Вот так вот, если посмотреть, да? Выходишь замуж или женишься, сразу же перед тобой супермаркет, центр недвижимости. Ленин смотрит на тебя, благословляет тебя. Ну, а тут сидят вот родители, друзья. И кричат тебе, горько! А ты сразу же рядом купил цветы, а потом их сдал. Людей, которых я встречаю в Балагое, примерно вот все ходят вот с таким вот лицом. Чуваки, два часа езды от города, а здесь полный трэш. Кстати, магазин одежды, но тут также продают еще и яйцо домашнее. Вот так вот. Зашли за курточкой суприм. Захватили себе яичек домашних. Балаговский колледж. Тоже уже видавший видов. Сыпется штукатурка, отваливаются куски вообще бетона. Но, тем не менее, люди учатся и правильно делают. Очень иронично это. Центр культуры и досуга. Сейчас посмотрим, чем тут можно развлечься и как тут можно развлечься. Здрасте. А подскажите, как тут можно развлечься? Ну, то есть, тут написано Центр развлечений и досуга. Что тут можно сделать? То есть, слушаешь, какие тут есть развлечения у нас? У нас никаких развлечений нет. У нас есть одни кружки. А, это кружки? Тут кинотеатра нету? Нету. А, там просто написано было на весном кинотеатре. Это приедут, приезжие 3D. А вообще есть в городе кинотеатр? Нету. Спасибо. Друзья, кинотеатра в этом городе, к сожалению, нету. Вот это, видите, да? 3D. Нифига. Это кинотеатр, который приедет когда-то, но никто не знает, когда. Два часа от Питера и два часа от Москвы. Чтоб вы понимали. Ну что, друзья, казалось бы, детская площадка, жилой дом. Тут у нас справа тоже кирпичное здание. Все вроде бы красиво и нормально, адекватно. Но достаточно повернуть голову налево, и просто горелый дом. Огромный горелый дом. Примерно вот так это выглядит. Гуляя по городу уже примерно 2 часа, общаясь с местными жителями, я понимаю, что в этом городе, к сожалению, нечего, практически нечего смотреть. Все, что мне сказали посмотреть, это памятники. И на этом все. Друзья, я вас обманул. На самом деле в этом городе есть кино. Кино – это жизнь. Вот здесь вот и кино. Поворачиваешь голову направо, вот он. Балагоя – один из самых железнодорожных городов в России. Если бы не первая железная дорога, связавшую в середине позапрошлого века Москву и Санкт-Петербург, так и оставалось бы Балагоя за худалой деревней. По дороге домой я понял для себя, что город Балагоя вовсе и не город. И эту приставку ему навязали нынешние реалии. Балагоя – это брошенный ребенок, который стоит на распутье судьбы. Стать взрослым и образованным, или остаться беспризорником и кануть в лету. Вы смотрели проект «Моими глазами». Меня зовут Александр Жучкин. До новых встреч, друзья. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова